Безопасность детей на дороге начинается со своевременного обучения, умению ориентироваться в дорожной ситуации. В Брянске открылся конкурс-фестиваль «Безопасное колесо». Во дворце Гагарина состоялось торжественное открытие конкурса-фестиваля «Безопасное колесо-2014», который проводится в рамках программы движения юных инспекторов. Отряды ЮИД – это одно из самых многочисленных добровольных объединений школьников, пропагандирующих безопасное поведение на дороге среди детей дошкольного и среднего школьного возраста. На Брянщине стартует 41-й конкурс юных инспекторов дорожного движения. Еще на территории СССР в 70-х годах зародилось это движение, которое объединяет в своих рядах миллионы и миллионы наших граждан. Некоторые из выходцев этого движения стали и руководителями министерств и ведомств нашей страны, но все с теплотой вспоминают то детство и то желание взрослых приучить, привить навыки безопасного поведения на дорогах. Хочу отметить с удовольствием, что год от года это движение только набирает обороты. Участие школьников в этом движении формирует в них дух патриотизма, повышает общий уровень культуры, учит ребят работать в коллективе. Тот ребенок, которым своими руками построил пешеходную зебру, поставил дядю Степу, или кошечку перевел, или осуществил какие-то действия по красному светофору, по зеленому, по желтому, он уже и на практике только так и будет поступать, потому что это у него уже принцип жизни. О принципах жизни и о том, к чему всегда надо стремиться, ребятам рассказал Дмитрий Петровский. Главное правило дорожного движения – соблюдать эти правила. А чтобы соблюдать, надо их знать. И вы их знаете. И завтра, послезавтра выявится победитель. И на самом деле я все-таки желаю, чтобы победил сильнейший. Вы должны все стремиться к победе. Победа – это стимул, это главное в жизни. Вы должны всегда побеждать. Участников соревнований поприветствовали их наставники. Со сцены звучали слова напутствия и пожелания удачи. Я уверен, что победить сильнейший, но в выигрыше остались мы уже все – и дети, и взрослые. Хотелось бы пожелать им, тем детям, которые сейчас выбирают себе дорогу, чтобы эта дорога была для них безопасной. На этом торжественная часть открытия соревнований завершилась. На этот раз отряды юных инспекторов разместились на базе детского оздоровительного лагеря «Березка». Ежегодный конкурс «Безопасное колесо» – это соревнование юных велосипедистов, которое развивает у подростков правильное поведение на современной улице. Участие в таких соревнованиях учит ребят переходить проезжую часть по правилам, разбираться в знаках и разметке, а это дело нелегкое. Состязания помогают сделать это играючи, в ненавязчивой, интересной и познавательной форме, что особенно важно в юном возрасте. Ребята проходят ряд станций и показывают свои умения в вождении велосипеда, а также знания по правилам дорожного движения. Наших команд брянских у нас 15. Замечательные, маленькие, красивые ребята, но такие стойкие и умные достаточно. Ну а что касается наших гостей, это две команды из Республики Беларусь. В этом году участниками стали ребята из Гомеля, и впервые на Безопасное колесо в Брянск приехала команда юных инспекторов из Витебска. В составе каждой команды 4 человека, 2 мальчика и 2 девочки. Соревнования проходят в атмосфере спортивного азарта. У юных инспекторов заметно огромное стремление показать глубокие знания и твердые практические навыки. Задание конкурса состоит в прохождении так называемых станций. Это станция фигурное вождение на велосипеде, вождение в автогородке и знания ОБЖ. Интересным для участников стал этап фотоиллюстрации «Пять добрых дел» отряда юных инспекторов и визитная карточка, где ребята представили свою команду, рассказали, чем они занимались в течение года, как готовились к безопасному колесу и каким образом они помогают сотрудникам полиции. Движение юных инспекторов настолько захватывает ребят, что это уже на протяжении всей жизни идет не просто как участие какое-то в соревнованиях, а это стимул и это правило жизни для них. То есть они считают нужным довести сведения, которые получили, те навыки, которые они получили от нас прежде всего и от своих педагогов, до сведения своих сверстников и других граждан. Борьба за победу нешуточная. Ребята демонстрируют все, чему научились за год, выкладываются по полной программе. Пока юные инспекторы проходят дистанции, набирая баллы, за них болеют и волнуются их кураторы. Мы побеседовали с представителями Республики Беларусь и выяснили, насколько важен для детей личный пример их родителей и педагогов. Наши дети – это наше зеркало. В принципе, как ведем мы себя, так и ведут нас наши дети. То есть те ребята, которые уже находятся в кружке юных инспекторов дорожного движения, ее уверенно в том, что родители у них являются положительным примером. Но ребята выступают на предприятиях, в организациях. И я думаю, что те, кто все-таки иногда склонен к нарушению из наших взрослых правил дорожного движения, в общем-то, может быть, дети могут до них достучаться, показав то, что если уже дети способны правильно вести себя на дорогах, то соответствующим образом и взрослые должны вести себя так, как это положено быть образцом для наших детей. 17 команд соревнуются между собой за победу в командном и личном первенстве. Для каждого участника это дело чести. Безусловно, вот такие соревнования и вообще движение юных инспекторов, прежде всего помощников госавтоинспекции, способствуют снижению дорожно-транспортных происшествий. Те ребята, которые однажды пообщались с сотрудниками госавтоинспекции, никогда не нарушат правила дорожного движения. «Безопасное колесо» – это многоэтапные командные соревнования, в которых выявляют знания отдельных участников и общую слаженность работы всей команды. Но как бы ни распределились места, каждый из этих ребят уже победитель, потому что знание – это сила.